Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования более двух лет. Сегодня пятница, 20 октября 2023 года. Ну и по старой доброй традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Портфель по-прежнему неизменный. В нем находятся также 10 компаний. Это компании Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Россети, Сбербанк, Северсталь и компания Сегежа. Также в моем инвестиционном портфеле была 11 компания. Это компания Яндекс. Сейчас она находится в Россельхозбанке. Пока что находится в минусе. Минус там приличный, минус почти 30%. Но пока что не буду торопиться с данной позиции. Давайте смотреть, как у нас меняются показатели и будем совершать покупки. Компания Аэрофлот у нас на неделе подрастает на 1%. Торгуется по 40 рублей 46 копеек за одну акцию. Газ у нас снижается. То есть снижение небольшого всего полпроцента. 169 рублей 75 копеек. По портфелю видим минус. Минус приличный. Компания Магнит прибавляет 4%. 5779 рублей сейчас торгуется. Компания Магнит МТС у нас подрастает на 1%. 273 рубля 50 копеек торгует сейчас компания МТС. Роснефть подрастает очень прилично. Плюс почти 9%. 594 рубля 30 копеек за одну акцию нам предлагает компания Роснефть. Россети плюс 5%. 12 копеек торгуются. Серьезно пока что не видим подвижек. Сбер плюс 1,5%. 268 рублей 48 копеек за одну акцию. Северсталь прибавляет 1%. 1378 рублей 40 копеек торгуются за одну позицию. Северсталь, конечно, на долгосрок тоже очень-очень интересно. И компания Сегежа. 0,5% прибавка. 5 рублей 2 копейки. Сегежа также на долгосрок очень-очень прилично выглядит. На брокерском счету 3480 рублей. Давайте посмотрим по портфелю в процентном соотношении, как выглядит мой инвестиционный портфель. В рублях тут 3480 рублей 83 копейки. Первое место занимает у нас компания Газпром. Далее идут Россети, Московская биржа, Сбер, Северсталь, Сегежа, МТС, Сарафлот, Магнит. Сегежа, МТС хотелось бы повыше куда-нибудь видеть. Сбер также хотелось бы повыше приподнять компании Газпром. Но пока что цена по Сберу очень высокая и докупать данную позицию не планируя. Подождем, может быть будет какая-то небольшая просадочка. И мы на этой просадочке Сбер и доберем. Так, ну давайте смотреть, что на этой неделе мы с вами будем покупать. Просадки видим по портфелю, что просаживается компания Газпром на 6,5%. По портфелю МТС минус 2,5%. И компания Сегежа также в минусе. Минус тут приличный, минус почти 10,5%. Так, ну давайте смотреть. МТС у нас торгуется по 273 рубля 35 копеек. Повторюсь, на неделе подрастает, конечно, ненамного. Среднее 279,28. И я думаю, можно будет взять 10 акций компании МТС. Давно МТС, конечно, не добирал в свой инвестиционный портфель. Надо, конечно, немножко его подобрать. Так как дивиденды платят вкусные, жирные. Ну и давайте будем нажимать «Купить». Нажимаем «Купить», нажимаем «Подтвердить заявку». Так, сейчас по рыночной выставим, чтобы сразу у нас прошла операция. 2723 рубля торгуется. Общая сумма 2733 рубля. Да, тут немножко играет МТС. По своей цене, конечно, если выставляешь, не сразу заявка проходит. Так, все заявка у нас успешно создана. Заявка исполнена. И компания МТС добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у нас в портфеле 100 акций компании МТС. На брокерском счету остается 743 рубля 64 копейки. И следующая покупка – это будет компания… Давай сейчас посмотрим по МТС, какая средняя. Ну, тут усреднились совсем немножко. Немножко, но тем не менее, как говорится, копейка рубля бережет. Потихонечку будем усреднять данные позиции. Так, берем 100 акций компании Сегежа. Цена 5 рублей 2 копейки за одну акцию. Один лот у нас торгует, напомню, по 100 акций. Обязательно по рыночной выставляем. Итоговая сумма у нас тут 527 рублей 50 копеек. Ну, возможно, она тут сейчас будет корректироваться. И нажимаем «Купить». Нажимаем «Подтвердить заявку». Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. И компания Сегежа добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь в портфеле должно быть 100 акций компании Сегежа. Средняя также на пару копеек тут буквально усреднились, потому что просадки по позициям небольшие. И из-за этого, конечно, мы не видим хорошего усреднения. Но, тем не менее, оно присутствует, а оно есть. Так что вот такие покупки сделали на этой неделе. Купили 10 акций компании «Газпрома». 10 и 100 акций компании «Сегежа». Да, вот, извиняюсь, 10 акций компании «МТС». Купили мы с вами по цене 273 рубля 40 копеек. И 100 акций компании «Сегежа». Вот, запинаюсь уже, как охота добрать компанию «Газпром». Цена все-таки вкусная, цена все-таки жирная. Даже запинаюсь уже. Так что подписывайтесь на канал, пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии, стараюсь читать все комментарии, отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео, поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео, показывать, как я инвестирую, как я покупаю российские акции, российские компании. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео, показывать вам, как я инвестирую, как я инвестирую в российский фондовый рынок. Уверен, что он все-таки мне принесет прибыль. Всем счастливо, всем пока! Спасибо.